Ну, и тут прибывает очередной этап. Уже не баржей, значит, а катерком. Мадянов, принимай пополнение. Какой-то осел за кадром, видимо, даровитый актер. Подает строевые команды, в колонну подвосстановись. Совершенно очевидно, что человек вообще первый раз такое прочитал, и первый раз в жизни такое сказал вслух. То есть, ни малейшего понятия нет о том, как орет военный. Ну, да хер с вами. Пополнение. И тут с этого катера на берег сходит наша подруга. Кстати, все в том же платье. Да, все в том же платье. Все с той же стрижкой. У нее ничего не отрастает, ни короче, ни длиннее. Только чемоданчик взяла, значит, и сходит на берег. Я думал, что у него статья 241. Конституция. Оказывается, она английский шпион. Тут для меня недоумение. То есть, только что он говорил, что они из ОГПУ Мадянов, себя таковым, во всяком случае, представлял, а он ее взял к себе на работу, то есть, должностей выделил, звание, по всей видимости, и как-то непонятно, почему она в общей колонне. Она же, типа, бывший сотрудник. Ее же убьют там. Почему ее на черную зону привезли? Да, ничего не понятно вообще. То есть, как она там оказалась? И даже если она бывший сотрудник, и вдруг она вместе со всеми, то как-то даже непонятно, а почему она, будучи шпионкой, определили уже в шпионке, почему она на поселении, а не в лагере? Как это так получается? Ну, да хер. Ну, сейчас дальше пойдем, так сказать, увидим. Вот. В общем, Игнатов бросается. Куда? Блин, осторожней. Все уже, вон, посмотри, что с ней теперь-то. Ну, и дальше как-то выясняется, что вот, совсем нехорошо с дамой получилось. Мадянов опять бухает, опять там из шкафа стаканы, пузырь, не просыхая, не приходя в себя вообще, значит. Вот у человека роли. То есть, как ты думаешь, а можно ли учредить такой конкурс? Кто нас считает, сколько Мадянов за господисти, сколько выпил он вообще водки этой? В каждом кадре бухает. Ну, что тут сказать, актер, это очень тяжелая работа, очень тяжелая. То есть, вот все эти вживания в роли – это вообще для психики вредно. А вреднее всего то, что ты, например, как мужик, ты все время находишься в зависимости от этих режиссеров, продюсеров и всякое такое. Позовут, не позовут. Вот тебя раз позвали, а ты отказался. Ну, не нравится тебе роль, не ходишь. Тебя два позвали, ты отказался. А потом тебя вообще не позовут. Там у них это серьезнейшая проблема. Знаешь, вот ты снялся в удачном фильме, фильм там выстрелил, денег собрал, и тебе там просто обрывают телефон. Давай к нам сюда, давай сюда, давай сюда. Надо быстро определиться, потому что звонят, как правило, ровно один месяц после, так сказать, успеха. А если за этот месяц не определишься, а потом пару лет могут не позвонить. Ну, и... И будешь играть вся три гриба. Да, да, гриба будешь играть. А получается, ну, вот, у человека такое лицо, как это говорится, характерное. Ну, вот его и зовут только на роли пьяных НКВДшников. Вот это востребовано. Ну, играть, не играть – это, конечно, его личное дело, но вот я когда смотрю, мне его просто жалко. Актер талант, безусловно, умеет, знает. Ну, а получается, одна роль везде. Мерзкая причем. Ну, и тут он рассказывает Игнатову, что там, собственно говоря, получилось. Что это вертихвостка, значит. Он ей должность, он ей звание, по всей видимости, а она соскочила к этому Тихомирову, к проверяющему. И там какая-то вечеруха, все танцуют танцы, а она там с этим Тихомировым хохоча Мадянов мрачно смотрит. За спиной у него стоит его жена, и тихая овца такая пришибленная тоже смотрит. А Тихомиров отводит эту Наташку в уголок, и там ей, значит, какие-то сережки дарит. Чисто Энтони Сопрано, который подковы с бриллиантами дарил всем, кого трахнул, он там сразу к ювелиру. Давай, вот в этот адрес, там я там карточку напишу. Сенсерли Йорс, Энтони. Ну, и Тихомиров дарит сережки, где взял непонятная коробочка, ну, видимо, у кого-то конфисковал, он же из КГБ, из этого НКВД. С ареста. Да-да-да. Непонятно. И что-то нехорошее шепнул. И на ухо ей шепнул, и Наташка завяла. И заобмерла. Да. То есть, отказался везти ее в Москву. Она половым органом себе дорогу уже практически до Кремля проложила, и тут такой облом. То есть, а выглядело все, да. Вот тут этот момент хорошо поставлен. Это как у Александра Сергеевича Пушкина. Не хочу быть царицей. Хочу быть владычицей. Он ее только что оглаживал, значит, и тут же. Сдриснул. Наташка в расстройстве. Подходит Мадянов. Слово заслала. Ты женец своей. На фиг они мне не нужны, говорит Наташка. Жене своей подари. На что Мадянов... Тоже неплохой кадр. Закрываю коробочку. Жене-то я подарю. А ты-то что делать будешь? Куда тебя там? В английские шпионы... Не губи! То есть, она уже все поняла, что ей кранты. Вот, оказывается, у большевиков-то как просто было Дементий. Только бровью повел, и все уже в лагеря потопали. Бред сумасшедшего. Пойдем потрахаемся. Нет. Ты английский шпион. Да ты шпионка. Я ж по рожи твоей вижу. Ну, опять-таки, замечу, что актриса очень хорошая. Сыграла отлично. Никаких претензий нет. На мой вкус лично прекрасно выглядит. Прекрасно выглядит. Очень хорошая. Гражданка пересилит. Ты молодец. Никаких базаров. Ну, дальше Мадянов тут лекции какие-то опять читает нашему Игнатову. Там пластинки какие-то ставит. Привез ему правильник. Да миломан привез. Странно, что Битлз не поставит его в ролик. Странно, да. Там еще, кстати, вот где сцена расставания с Наташкой. Отличный момент был. Все, когда проверяющий подходит, Мадянов кричит. Товарищи офицеры? Я как-то... В моем понимании офицеры у нас появились обратно в 43-м году, уже во время войны. А до этого как-то, по-моему, не было. В общем, тоже странный какой-то момент.